Водолазы ищут клады Его товарищ по заплыву измеряет глубину водоема. Все данные фиксируются. Это необходимо для дальнейшего формирования зон для купания детей и взрослых, которые не умеют плавать. Это зоны с глубиной не более 1 метра 20 сантиметров. Обязательно оформляется акт о выполненных объемах водолазных работ, в том числе с предоставлением информации о наличии или отсутствии выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. У нас есть контрольные точки, на которых водолаз отходит на определенные расстояния. Примеряем по метражу, чтобы был более четкий рельеф прописан. Я как раз водолаза отправляю на ту конкретную точку. Через каждые 5 метров он встает, мы видим, на какой глубине он стоит. То есть мы видим по шесту, на каком расстоянии от кромки воды какая глубина. Такие виды работ необходимы и полезны, считают жители. Для улучшения экологии, для улучшения окружающей среды, для того, чтобы нам всем было комфортнее, уютнее и приятнее находиться на пляже, пользоваться тем, что нам дает природа, всеми этими возможностями. А тем временем, на второй очереди набережной, подрядчик уже приступил к работам по планировке пляжа. На разравнивание вот такого бархана уходит около пяти часов. В основном песок разравнивают механизированным способом. Он чистый. Предварительно его специально просеяли, избавили от крупных камней, а также мусора. Для комфорта отдыхающих его необходимо распределить как можно ровнее по всей территории. Напомним, что отгрузка с баржи традиционно началась с первой очереди Самарской набережной. Песок завозят с 24 мая, когда уровень воды в Волге снизился, преодолев отметку в 29 метров. С первым этапом разравниваем после зимы все намывные горы, сравниваем низины. После этого начинаем планировку песка, завезенного баржами. Самое сложное в этой работе – это людей в жару разгонять с пляжа, которые идут купаться, а тут мы. Ну, огораживаем периметр, просим деликатно подвинуться в сторонку право-лево. Ежегодно в Самаре купальному сезону приводят в порядок 9 официальных городских пляжей. В Красноглинском районе, в районе 1-й, 2-й, 4-й очередей набережной реки Волга, в районе спуска по улице Советской армии, Загородного парка, Барбошины поляны, Санатория Можайский, а также пляж обустроят на Мустрюковских озерах у фестивальной поляны на время проведения Грушинского фестиваля, который в этом году будет юбилейным. У нас в период весеннего половодия смывается практически все с нашей стороны. В среднем мы ежегодно завозим порядка 17,5 тысяч песка нашего же речного воска, который рассыпаем на пляж. На заключительном этапе подготовки пляжей подрядчик завезет специальное оборудование – теневые навесы, качели, зонты и многое другое. Общее количество – 1774 единицы. Каждый год стараются добавлять что-то новое, чтобы улучшить качество отдыха горожан. Оборудуют и пляжи для маломобильных граждан. Создание доступной среды – одно из приоритетных направлений деятельности. Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.